Если вам необходимо построить стальной вертикальный резервуар, не обойдется без трудностей. Основная проблема таких сооружений состоит в особой сложности строения, а именно в поднятии такой конструкции на определенную высоту с последующим подращиванием на месте монтажа. «Эргидромаш» представляет систему контролируемого поднятия резервуаров СКПР. Система контролируемого подъема резервуаров предназначена для строительства нефтяных и газовых резервуаров, ректификационных колонн и зернохранилищ. Строительство осуществляется на месте монтажа методом подращивания цилиндрических конструкций. Система включает гидравлические механизмы, выполненные в виде стойк. Система из пяти домкратных стойк и маслостанций называется подъемным модулем. Центральный пульт управления обеспечивает автоматическое и ручное управление, а также контроль процесса подъема. Один центральный пульт управления может работать с восьмию модулями. В систему также входит электрический шкаф управления и электрическая пятипортовая насосная станция с комплектом рукавов высокого давления. Важным этапом монтажа является установка фундамента под резервуар. Фундамент должен обеспечивать устойчивость и надежность резервуара, а также защищать его от повреждений. Строительство резервуара осуществляется сверху вниз при вертикальном ступенчатом подъеме конструкции секции обечайки резервуара. Этот метод особенно эффективен с использованием гидравлических домкратов, которые обеспечивают подъем верхней обечайки без необходимости промежуточного подвешивания ее на монтажных опорах. Произведем расчет количества подъемных стоек для резервуара объемом 10 тысяч кубических метров. Высота пояса обечайки равна 1,5 метра. Наружный диаметр обечайки 30 метров. Толщина пояса обечайки 16 миллиметров. Масса купола составляет 10 тонн. Масса пояса обечайки равна 17,8 тонн. Количество поясов в конструкции равно 10. Подъем происходит с помощью 9 поясов, так как подъем последнего пояса не происходит. Масса конструкции, к которой применяется подъем, составляет 170,2 тонны. Рекомендуется использовать систему контролируемого подъема резервуаров с запасом по грузоподъемности на 100-110%. Учитывая запас грузоподъемности, усилие стоек составляет 357,4 тонны. Для определения количества подъемных стоек произведем следующее вычисление. Усилие одной подъемной стойки равно 18 тонн сил. Произведем операцию деления веса конструкции, к которой применяется подъем, на грузоподъемность одной гидравлической стойки. Дополнительно проведем расчет подъемных стоек по длине окружности двумя вариантами. В первом варианте расстояние между стойками составляет 5 метров. Этот вариант более бюджетный по стоимости. Во втором варианте расстояние между стойками составляет 4 метра. Этот вариант надежный и устойчивый. Основание резервуара представляет собой круглую пластину, сваренную из стальных листов стандартного проката. Гидроцилиндры устанавливают и фиксируют на прочную металлическую опорную поверхность. Монтажные кронштейны привариваются к обечайке резервуара. Для обеспечения устойчивости гидравлических стоек при ветровых нагрузках используются упоры. Управление всей системой производится с центрального пульта. Осуществляется подъем первой секции обечайки. Гидроцилиндры, совершая рабочий ход до полного выдвижения штока, воздействуют всеми опорными поверхностями на поднимаемую секцию обечайки резервуара, перемещая ее вверх. После процесса сварки секций происходит опускание штока в гидроцилиндры. Цикл повторяют по достижению требуемой высоты резервуара. Субтитры создавал DimaTorzok По окончанию работ систему демонтируют через технологическое отверстие в обечайке. Эффективность использования метода подращивания заключается в выполнении основной части работ на уровне земли, что обеспечивает повышение производительности и улучшение условий труда, а также качество и безопасности производимых работ. Система контролируемого подъема резервуара SKPR станет идеальным решением для задач, связанных со строительством резервуаров. Субтитры создавал DimaTorzok